МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Качает ли сами небесная сина Опора России, святыни России? Глава самоцветов и век полноводных Веками воспеты в сказаниях народных Великий Урал, седовласый Урал Ты центром Европы и Азии стал Фундамент гранитный Ты создан святыми в любимой России Великой России Урал Урал Прекрасный уголок Святой Руси Святые и святыни Удивительная природа И замечательные люди Прославили этот край Среди всего этого великолепия И древних гор Стоит город Кунгур Старинный Пермский городок Особенно славен своей историей Живописный, с белокаменными Колокольнями и маковками церквей Он далеко виден с берегов Сылвы и Ирине Василий Шишонко Директор народных училищ Пермской губернии Писал в своей знаменитой Пермской летописи так Кунгур едва ли не более Всех городов Пермской епархии Славен численностью И украшениями церквей Божьих А город небольшой И по числу жителей меньше Перми И гораздо меньше Екатеринбурга Все церкви в Кунгуре Украшены достаточно Сооружение храмов велось в Кунгуре Почти все 18-е столетие При возведении храмов Использовали местные строительные материалы Камень, кирпич, дерево, металл Возведением кунгурских церквей Занимались артели мастеров Строителей, которые Приглашались из центральной России Вятского края Севера Прикамья Было возведено 7 каменных храмов 2 собора 3 приходские церкви 1 кладбищенская И церковь-часовня Именно со строительством Храмов Божиих Было связано зарождение И развитие монументального Каменного зодчества Кунгура Которым он и поныне Славится по всей стране Особенно выделяется Среди кунгурских церквей Двухэтажный Спасо-Преображенский храм Храм был основан в 1763 году И в 1768 году был построен нижний предел храма В честь Казанской иконочки Божьей Матери Верхний предел, в котором он находится Он был построен в 1786 году И потом колокольня Трапезная Были Их постройка храма закончилась В 1856 году Церковь строили на средства Засылвинских жителей А больше всех денег Вложил купец Иван Хлебников Но, тем не менее Из-за финансовых трудностей Возведение Дома Божия Шло долго Вера двигалась Что именно храм Хоть постепенно, конечно Но храм Божий никогда быстро не строился Они все Если посмотреть историю любого храма Он все настроился благотворителями Есть возможность Вот построили какую-то часть нижней, часть храма Верхний храм, колокольный Он строился постепенно Не сразу, что вот раз, пришли И все построили Строился постепенно Поэтому так затянулось строительство этого храма Но он двухэтажный храм Единственный у нас сейчас остался в городе Который действительно так вот Уникально Выглядит Церковь была красива Прочна С прекрасным внутренним убранством Особенно в верхнем храме Она была в достатке снабжена утварью Ризами на иконах и ризнице А еще Сразу обращаешь внимание На луковичные главки Редко встретишь на куполах Такие тонкие шейки Наши предки стремились Красоте, возвышенности И легкости Строительстве храмов Божьих Но в первой половине 20 века Всему этому величию Предстояло померкнуть Очевидно, чтоб через много лет Вновь воспрянуть Радуя горожан И гостей Кунгура И прославляя Господа Своим благолепием После революционных потрясений Преображенский храм Действовал еще 12 лет Он был закрыт в 1929 году К счастью, уникальное Двухэтажное здание уцелело Мертвая и оскверненная церковь Некоторое время стояла пустой А затем подчередно ее занимали Курсы ЦИТа, ремесленное училище И сельхозтехникум В конце 70-х Техникум переехал В новое здание А помещение церкви 17 лет практически пустовало Здесь думали открыть И филиал музея И картинную галерею Но денег на реставрацию Такого большого здания Просто не нашлось В 1994 году Церковь наконец передали верующим С этого времени Храм начал возрождаться к жизни Многие горожане Своим бескорыстным трудом Помогали в восстановлении Спаса Преображенского храма Приходили на субботники Очищали от мусора подвала Храм восстанавливали Но не забывали в то время И о необходимости Возрождения веры В человеческих душах Люди после долгого И утомительного гнета безбожия Ждали преображения Собственных душ И жизни Сам вот этот предел Честь преображения Господня Говорит праздник сам за себя Что каждый из нас Должен вести Такую благочестивую жизнь Чтобы душа наша Из ветхого человека Превратилась Преображением Преобразилась Именно В светлую душу Что придя в до праздник Напоминает Что мы должны Покаяться в грехах своих Очистить душу свою Вести борьбу С грехами Со страстями своими Что представь Пред Богом Уже преображенным В виде Своей души Величественный храм Преображения Господня Не может не привлечь зур Пусть он еще Не до конца Отреставрирован Но и его название И во многом Трагическая история Еще раз возвращает нас К евангельским событиям Преображения Господня Ведь произошедшее С Христом В его земной жизни Произойдет и с нами Мы также воскреснем И также преобразимся Преображение Это указание на то Что ожидает всех нас После второго пришествия Слава преображения Это удел всех людей Которые войдут со спасителем В вечность И разделят с ним Радость Царства Божьего Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова